Как только узнали, что в Башкирии водят строгий режим самоизоляции, мы с моей семьей отправились на Павловское водохранилище. И да, конечно, была возможность и тренироваться, и бегать, и какие-то такие легкие упражнения делать, и тоже время гулять с семьей, отдыхать. Все успели. Родился ребенок, да, недавно у тебя. Как изменилась твоя жизнь? Да, вот нам четыре дня назад исполнилось 10 месяцев. Замечательное чувство такое, и хочется всем пожелать, так скажем, молодоженам, чтобы ощутили это на себе. Такая заряд энергии, заряд бодрости, то есть не даст расслабиться тебе ребенок в повседневной жизни. Со вчерашнего дня глава республики разрешил профессиональным спортсменам тренироваться. Будет ли какое-то усиление у тебя, или будешь продолжать так же потихонечку готовиться? У нас есть программа, нам тренер по физподготовке высылает тренировки, да, какие-то упражнения, какие-то вещи, все равно не будешь выполнять 100% все, что требуется, да, какие-то ножи ты сам вводишь. Ну, как говорится, основы все равно есть основы, и мы стараемся делать то, что нам говорят. Я, в свою очередь, предпочитаю чуть больше добавлять летом в нагрузки. Являешься воспитанником из Дюшер-Салатюла, 1994 года рождения, команда была у вас такая достаточно плодовитая, да, скажем так, оказалось, и Батуллин, Василевский, ты, Станислав Гореев. Вот, а кто был заводил их в той команде? Не знаю, у нас была такая, так сказать, дисциплинированная команда, и в тот же момент веселая, и все исходило от нашего тренера, который держал нас в таких жестком ключе, да, так скажем. Заводилы были все, все старались, я считаю, что не зря мы стали чемпионами, и два года подряд это сделали, и это говорит о том, что у нас был сплоченный коллектив, была команда, и, так скажем, были все заводилы. Ну, не секрет, что главной звездой этой команды вот сейчас стал Андрей Василевский, да, вот какие воспоминания остались о нем, и действительно ли вот он с самого детства был таким талантливым, был ли виден этот талант? Ну, естественно, то есть человек играл и на два года старше, то есть и за 93-й год играл, и за 92-й его подключали, и за сборную ездил за 92-й, и за 93-й год, да, и как бы здесь, это уже о чем-то говорит, тут и не без таланта, то есть человек всегда работал, всегда тренировался, в этом и помогал его отец, естественно, и с психологией тоже, конечно, то есть я считаю, что он, огромное спасибо должен сказать Андрею Леонидовичу Василевскому, Ну, есть такое мнение, что вратарей это какие-то особенные люди, особенные хоккеисты, вот в ситуации с Андреем было такое, вот были какие-то, ну, необычные тренировки у него, может быть? Ну, по детской школе не сказать, что какие-то были необычные тренировки, да, то есть, но сказать, что вратарей вообще отдельные люди, это тоже можно так сказать, у них своя психология, свой взгляд на хоккей, и Андрей в том числе подходил под эти критерии, Я считаю, что он сам, больше сам, чем с чьей-то подачи, ну, сам он старался всегда, и из этого сейчас все видят, что получилось Твоя хоккейная судьба сложилась таким образом, что ты дебютировал в континентальной хоккейной лиге не за Салават Юлаев, а вот когда сыграл здесь за Юлаевцев, испытал ли какие-то вот особенные чувства, какие это были чувства? Ну, так скажем, что я мечтал всю жизнь, и всегда мысль держала о том, что надеть зеленую майку, выйти в форме Салават Юлаева на Уфо-арене, то есть, это было в мечтах, и даже вспомнить, когда мы, когда Салават Юлаев становился чемпионом здесь, в 2011 году, мы своей командой 1994 года нам раздали флаги, и мы здесь по секторам стояли, что тренер нам сделал такую возможность, чтобы мы могли смотреть хоккей, и нам выдали эти флаги, и мы все дружно махали этими флагами, и болели за Салават Юлаев, и когда этот свисток прозвучал последний на Уфо-арене, то там до слез, мурашки, такие чувства были здесь То есть, Юлаевский дух, он внутри тебя? Ну, я считаю, что каждый игрок, который играет в Салават Юлаеве, проникается этим духом, потому что, ну, по всей истории, если вспоминать, по всем традициям проходиться, то Салават Юлаев не имеет права филонить, не имеет права расслабляться, и должен по максимуму выкладываться на льду, потому что, так и за клубом Башкирия, И Салават Юлаев, это как-то национальный герой, и каждый игрок обязан соответствовать В КХЛ играл под разными номерами, да, в разных командах, 50-й, 60-й, 70-й, 8-й, 7-й, а какой все-таки для тебя предпочтительнее? Ну, с самого детства у меня был 17-й номер по школе, вот, до выпуска у меня был этот номер, но так получилось, что когда я пришел в Салават Юлаев, здесь был Вячеслав Солодухин, вежливо попросил меня, чтобы я освободил этот номер, так как, вот, по старшинству это считается так... Такие вот понятия здесь, что по старшинству можно освободить, и что я в Славе сказал, это без проблем, как бы, я тебя уважаю, как хоккеисты, и всем принципам, пожалуйста. Ну, а 17-й в честь Харламова, да? Да, я не скажу, у меня отец, когда играл по детской золотой шайбе, он занимался, просто у родителей не было возможности записаться в Салават Юлаев, так как далеко жили от дворца спорта, он играл под 17-м всегда, и когда выдавали нам номера в детской школе, он сказал, бери 17-й, я взял, как бы, я еще тогда особо и не знал, что Харламов играл под 17-м. Я вообще плохо знал, что Харламов, ну, что он был вообще. Семь голов на твоем счету в составе Салават Юлаева, какой из этих голов был для тебя наиболее запоминающимся? Последний мой гол, когда я не касался шайбы, его засчитали, да. Ну, на самом деле, гол, который, я думаю, в Давосе, в большинстве мы забили гол, там очень здорово, красиво получилось, и особое чувство, да, в Швейцарии забить, так скажем, можно сказать, мы играли на родной площадке тогда, понимали, Акбарс. Наверное, это шайб. Ну, и вообще, вот впечатление вот той игры, вынесенной, да, с Акбарсом, вот это зеленое дерби, все-таки оно историческое, да, и каким оно тебе запомнилось? Ну, в первую очередь, то, что она прошла в Швейцарии в таком красивом месте, живописном, да. Я считаю, что это отличная идея, проводить такой выставочный матч там, потому что лигу должны распиаривать, лигу должны продвигать, чтобы лиги знали, и этот ход в матч с Акбарсом был правильным решением, потому что новая атмосфера, новые люди, и по-другому болеют совсем там. Жесткий потолок зарплаты с нового сезона КХЛ. Бытует мнение, что все-таки борьба станет интереснее, станет больше команд соперничать между собой, действительно соперничать именно в плей-офф. Вот ты как считаешь, действительно так будет? Ну, безусловно, потому что сейчас более-менее все выровнятся. У клубов, у которых не было возможности подписывать дорогих игроков, я думаю, появятся, то есть более-менее выровнятся в любом случае. Субтитры сделал DimaTorzok